Здравствуй, YouTube. Это короткое видео, в котором будет анонс обзоров, запрос на обратную связь по тестам будущим и маленькие новости канала. Итак, первое. Найден победитель, определен победитель запоздалого розыгрыша новогоднего подарка. Это браслет из паракорда. Завтра же я отправляю пользователю Максим Максимим. Иду я на почту, мы уже списались, я получил адрес. Завтра браслет поедет хозяин. Это такая маленькая радость для него и для меня тоже, что нашелся подписчик, который посмотрел все обзоры, нашел ключевые слова. Ну и теперь, собственно говоря, информативная часть. Итак, планируется из новых ножей, я анбоксинги не выкладываю, не вижу смысла, планируется. Обзор и тест. Будет участвовать в двух тестах. Сразу, значит, Cold Steel American Lauman. Будет обзор нового ножа моего, у меня нового, эта модель не новая. Первый раз я покупаю нож фирмы Sog. Это нож, который называется Aegis или Aegis в неправильной транскрипции. Как бы показать название? Вот оно. Вот. Ну, по-русски переводится как Aegida. А это означает щит, защита там и так далее. Единственное, что даже перед Blitz обзором хотелось бы сказать, что, честно говоря, очень накорчило качество ножа из коробки. То есть, ладно, как везде есть косяки с подводами и так далее, но они вообще здесь как бы минимальны. Как раз таки. HL сделан шикарно. Проблема этого ножа в другом. Ну, несмотря на то, что он, вот, попробую показать сейчас, секундочку. Несмотря на то, что он утопает в смазке заводской, вот она видна здесь и здесь. Несмотря на то, что он утопает в заводской смазке, ход клинка отвратительнейший. То есть, он закрывается с каким-то просто хрустом и каким-то неимоверным усилием. Для сравнения, как бы, да, Benchman Barrage. То есть, как бы, чтобы закрыть, достаточно просто вот двумя пальцами держать рукоять здесь и одним пальцем давить, как бы, на клинок, и всё закрывается, всё в порядке. Закрыть. Также SOG IJIS. Это просто, как бы, аттракцион риска для пальцев. То есть, на обзорах нож уже к обзору будет разобран. И я буду знать причину, и во время обзора её как раз-таки скажу. То есть, я, честно говоря, немножко огорчился. С другой стороны, что дизайн мне во многом очень понравился, но пока мнения о ножи нет никакого. Нож был куплен с задумкой будущих тестов, в том числе. И расскажу, как бы, вкратце, как раз мы подходим к этому. Значит, первый вариант тестов – это анонсированный до этого тест фиксидов. Он откладывается, потому что я жду эксклюзивный нож от Южного Креста. Производство немножко отложилось, и это будет только примерно через месяц. Вот. Это как раз возможность обратить свой взор на фолдеры. Фолдеры... Какие будут тесты фолдеров? Ну, во-первых, хотелось бы на продуктах проверить те фолдеры, которые для продуктов как бы не предназначены. Ну, например, тот же Benchmade Barrage с клинком Tanto. Lime Steel Doggetto с Spearpoint клинком. Похожий тоже со Spearpoint клинком нож Benchmade Lightweight Axis с Mailport Dio. Это 530-й Benchmade. Вот. Ну и ради интереса чисто моего, опять-таки, American Lauman тоже будет проверен на вшивость. Вот. Кроме того, будут тесты для прочных, крепкой конструкции ножей по резу и сравнению удобства рукояти. У меня есть крепкий нож Benchmade Barrage с пластиковой, скользкой рукоятью. У меня есть крепкий нож American Lauman с тонкой, но широкой достаточно рукоятью из G10, очень цепкого. И есть нож с пухлой рукоятью почти, как у Benchmade Adamos. Рукоять по толщине чуть-чуть меньше. Вот. С деревянными накладками. Это герберовский нож. Обзор есть на канале. Вот. Хотелось бы знать, как три разных материала, три разных подхода к рукояти будут работать при строгании дерева, например. Потому что вот такого вот подряд сравнения мне пока делать не приходилось. И мне это интересно. Надеюсь, вам тоже. Вот. И последний обзор. Это... Последний тест. Это как раз-таки сравнение трёх примерно одинаковых клинков. Ну, то есть, во всяком случае, резательных. Это Sog Aegis. Это Kershaw Turbulence. Тоже резучий достаточно клинок. И это такая стандартная отправная точечка реза. Плюс-минус. При этом бюджетная, доступная многим. Это крыса. В чём здесь дело? Все три ножа обладают клинками, которые режут. И обладают абсолютно разными, опять-таки, рукоятями. G10, обычная пластмасса, стеклонаполненная композитная пластмасса. И совершенно разной формой этих рукоятей. Вот это мне тоже интересно, как бы, посмотреть, как будет в работе. Ну, по продуктам, мне кажется, здесь относительно бесполезно. А вот всё остальное, как бы, что EDC может встретиться, здесь будет в тестах. Ну, соответственно, принимаются возражения, принимаются критические замечания по поводу этих трёх программ-тестов. Ну, и принимаются, естественно, конструктивные предложения по поводу этих программ и ваши пожелания. Естественно, это всегда с удовольствием выслушивается. И я, естественно, постараюсь прислушаться ко всему, что посчитаю, как бы, разумным. А, как бы, я уверен, что такие предложения будут. Ну, вот, в общем-то, всё. Больше не отнимаю ваше время. Надеюсь, я вас заинтересовал. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания.